цветок не для всех чудесная эустома или по-другому лизиантус увидев этот цветок я влюбилась в него и решила надо сажать пусть результат не такой уж успешный останавливаться на достигнутом я не намерена вырастить эустому очень сложно это довольно капризное растение для ее роста необходимо создать определенные условия во-первых освещение она любит солнце яркий свет но не прямые солнечные лучи свежий воздух но только не сквозняк полив должен быть умеренным только под корень нельзя допускать переуложнения и застоя влаги а также чтобы вода попадала на листья и особенно цветы почва для эустома должна состоять из перегноя и торфа в равных частях также подойдет и готовый грунт для цветущих растений в начале роста используем комплексные азотосодержащие удобрения а в период ботанизации и цветения вносим удобрения с калием и фосфором эустом размножается семенами и чаще всего выращивается как однолетних через рассаду если вы посеете семена в декабре то концу августа расцветут бутоны поражающие своей красотой эустома очень болезненно реагирует на пересад цветок может погибнуть даже из-за небольшого повреждения корневой системы когда эустома отцветет обрезаем ее так чтобы осталось не более трех междоузлей и переносим в прохладное помещение у цветка наступает период покоя в это время прекращаем подкормки и поливаем очень редко весной после появления новых побегов аккуратно переваливаем растения в новый питательный грунт и возобновляем привычный уход после того как минут укроза возвратных заморозков высаживаем растения в сад вместе с земляным помом можно выставить вместе с горшком немного его пикапа выбирая самое солнечное место защищаем эту неженку от сквозняков и тем более от холодных ветров после появления на стебле 6 8 источков прищипываем верхушку для лучшего обетвления в открытом грунте эустома растет как одно или двухлиния растения а на подоконнике может прекрасно расти несколько лет попробуйте вы вырастить эту нежную и капризную красавицу и хоть этот цветок не для всех уверена что вы не разочаруетесь прекрасной эустоми удачи вам если у вас есть сад или огород или вы просто любите комнатные растения подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много нового и интересного